здравствуйте мои хорошие мои родные в этом видео я расскажу как подготовить декор к пасхе не буду вас обнадеживать тем что все необходимое есть у каждого дома меня возмущают эти популярные ролики в которых вам обещают супер красоту из подручных средств я лично все время что-то покупаю для творчества все время что-то собираю и складываю кто-то скажет что я плюшкин и собираю всякий мусор зато у меня всегда под рукой есть сухие веточки желуди коробки и так далее как-то мы были на ярмарке мастеров здесь германии я не смогла пройти мимо этих деревянных заготовок каждая стоила 1 евро я уже тогда запланировала что к пасхе обязательно распишу их для начала детали необходимо загрунтовать я использовала белый акрил с нанесением 2-3 слоя с полным высыханием затем простым твердым карандашом обязательно твердым потому что мягкий очень сильно пачкает белую поверхность я сделала рисунок лишнее я убрала стирательной резинкой так как я хотела получить эффект воздушной акварели я обильно разводила акрил водой работала послойно сначала рисунок кажется незаконченным но самое интересное впереди тонкой кистью используя различные более темные оттенки я формирую объем и эффект пушистости к сожалению со вторым цыпленком с пушистостью я переборщила и получился какой-то злой цыпленок поэтому я его быстренько закрасила как считаете я правильно поступила или нет в конце я сделала брызги они всегда освежают работу как-то моя учительница в художественной школе прокомментировала этот прием фразой этот способ используют когда работа сама по себе ни на что не годится лично мне этот прием очень нравится во первых его делать интересно во вторых он смотрится действительно эффектно а сейчас давайте посмотрим на готовый результат цыплята ангелочки и зайчики кто вам нравится больше всех после того как я закончила с моими фигурками я пошла в магазин закупила то что мне было необходимо и подготовила рабочее место первым делом на готовый венок из мюллера я привязываю искусственную солому обычными белыми швейными нитками интересно что в начале работы я не представляю точный конечный результат я смотрю много видео на пинтерест делаю себе сохранение от чего отталкиваюсь и уже по ходу дела формирую изделие из того что есть под рукой в том же мюллере я купила красивую интересную гирлянду с перьями и ей обматываю сверху венок далее начинается самое интересное скорлупой которую я подготовила заранее и маленькими искусственными перепелиными яичками я декорирую венок немного моей обстановки показываю как есть так не охота убирать оставлю до завтра ничего страшного когда-нибудь я научусь снимать процесс полностью а пока любуемся на одну из готовых композиций цыплята со свечками эти свечки делать не трудно но время затратно я растапливала обычные свечи и заполняла ими скорлупу сначала мне показалось она пустоватая поэтому я решила добавить мох в некоторые места в темноте композиция выглядит очень миленькая следующая композиция из природных материалов гнездо было из старого букета желуди я нашла в лесу а деревянные спилы настя покупала еще в прошлом году еще и сделала самую простую композицию в контейнере спадоиц заранее я ее покрасила и украсила искусственными яйцами и свечками в виде яиц готовые композиции мы подарили нашим друзьям в германии приняли доделать небольшие подарки к пасхе в конце видео можно посмотреть как мы собирали корзинку с небольшими подарками гостиницами нашим друзьям вот такой праздничный уголок у нас получился а этот прекрасный кулич настя испекла и украсила сама ну и конечно же праздничный стол после обеда мы вышли на прогулку полюбоваться городом в такой праздничный день в пасху можно увидеть остернбрюнен это немецкая пасхальная традиция украшать колодца или фонтаны пасхальными яйцами эта традиция возникла в начале двадцатого века украшение создают к страстной пятнице и убирают через две недели после пасхи как и обещала наполнение подарочной корзинки маленькая баночка русской сгущенки свечка чай конфеты и обязательно пасхальный зайчик для антуража я всегда добавляю искусственную солому оформляю в прозрачную пленку и повязываю лентой